Просто тоска! В библиотеку идут только поехавшие люди. Красивая улыбка, глазки, постулай там, заедущие. Тишина должна быть в библиотеке. Какой сложный вопрос. Невозможно сойти с ума, если ты уже сумасшедший. Мне кажется, все библиотекари сумасшедшие, невозможно не сойти с ума работу библиотеки. Наверное, относиться к работе спокойно. Я считаю, что нет, потому что библиотекарь это не такая профессия, которая прям… Ну да, конечно, в любом профессии, мне кажется. Я думаю, да. Несмотря к этому подходить. Если бы, наверное, я не знала изначально библиотеку, такую, как знаю я ее сейчас, я бы, наверное, сказала, что здесь просто тоска. Но так как все-таки в последнее время, в последние полгода я здесь бываю чаще, чем за всю свою оставшуюся… Вернее, прошедшую жизнь, наверное, я бы сказала, что здесь очень даже весело и интересно. Да. Если посетителей нет, то интересно. Можно ходить в халате, читать книжки, чай, попивать кофе. Когда приходят посетители, приходится быть более серьезным. Ну, например, на вахте работать. На вахте. Ну, пожиточный минимум, минус еще что-то. Ты будешь отвечать на эти вопросы сама? Ну, я думаю, что вообще он зарабатывает немного. Но раз он работает здесь, наверное, здесь хорошо платит. Поэтому, мне кажется, больше сюда не пойдешь ты работать. А, да, тогда, ну, рот, минус пожиточный минимум, вот так. Да, конечно, связано. Ну, я не вижу что-то такого романтичного, на самом деле. Я думаю и всегда думала с самого детства, что работа библиотекаря – это самая романтическая работа. Да, в общем, книги обладают какой-то своей определенной романтикой и большое скопление книг в одном месте. Ну, это что-то, что-то, что-то в этом есть. Я считаю, что связано, потому что в книгах есть своя атмосфера вот эта вот, особенно бумажных книг. И даже если ты их не открываешь и вообще видишь в первый раз, или видишь каждый день, то все равно этот дух старинный остается. При этом представляется такая старинная библиотека с деревянными огромными стеллажами, с перекатной лестницей. Возможно, это будет просто квадратный ящик на колесиках. Это либо будет автоматизированная система и рядом сидит просто начитанный человек, который будет что-то советовать, либо это библиотеки соединятся с какими-то социальными пространствами, и тогда это будет не только тот, кто рекомендует книги записывать все в брошюрке и представляет книги с места на место, а еще тот, кто организует классные мероприятия, которые являются связующим звеном между различными социальными стоями. Переквалифицируется, возможно, для того, чтобы помогать в поиске того или иного материала. Может быть, будет распечатывать что-нибудь. Будет стоять, да, робот с антенками, локаторами. Что-то электронное. Я думаю, что, несмотря на количество времени пройденного, книги в любом случае всегда останутся, потому что всегда найдутся ценители книжных вариантов. Но я думаю, что по большей части, может быть, даже 50% всей библиотеки будет... Я думаю, что это будет в электронном варианте. Искать информацию необходимую посетителю. То есть это будет такое многофункциональное устройство. Он будет выступать в качестве каталога, в качестве какого-то там справочной информации предоставлять, ну и тому подобное. Нет, стереотипы, они все развеялись уже. Даже два. Дряхлая старушка. Вскученная старушка. Ходоча в телосложении женщина, лет так 65-ти, в круглых очках, с пучком на голове. Медленно передвигаясь к библиотеке, грозит всем кулаком и кричит. Седовласая. Тишина должна быть в библиотеке. И все время говорит, тихо, в библиотеке. Ничем. Я только что загубила. Я не знаю. Библиограф. Наверно. Библиограф. Граф. Писать. Библиотека представляет книжки, а библиограф их записывает в каталоге. Google мне сказала, что библиограф и библиотекарь ничем не отличаются. Я не знаю. Может быть, сделает какие-то описи книг, которые в библиотеке присутствуют, составляет каталог или что-то в этом духе. Я думаю, нет. Ну, я думаю, что все зависит от настроения. Раз годик у вас есть время почитать что-то помимо журнала? Нет. Я думаю, у библиотекарей просто нет времени на работу читать книги. Выпила ли я валерьянки? В библиотеке думы? С какого барабана я устроилась на эту работу? Сколько книг задолжали эти проклятые должники! Господи боже мой! Что с ними делать? В первую очередь вы заполняете какие-нибудь библиотечные документы. Пьют чай, придумают мероприятия, пишут разделители для книг. Я бы спала, правда. Обзвание будет должником. Я бы точно пила бы чай. Бабушка библиотекарь стереотипный, наверняка няжет, да. Или кушал. Пишут отчеты. Сидит в интернете, наверно, потому что он уже устал. Пишу. Пишу. Пишу.